Ну вот, теперь мы пройдемся по портретам живописи. Посмотрите на это лицо, на эти глаза. Вы бы хотели его повесить у себя в доме, чтобы за вами все время кто-то следил? Я думаю, это не очень было бы интересно. Мадельяне, великий Мадельяне, который прожил очень короткую жизнь, был красавец, был совершенно не признан и создавал совершенно необыкновенные вещи. Его образы, его вытянутые лица, его цвет, глаза, нос, губы, уши – все совершенно потрясающе и образы совершенно необыкновенные. Прожил короткую жизнь, был совершенно неизвестный, мучился, работал, мыл посуду в кафе. И после смерти его жены он стал известен. Жена покончила жизнью после того, как он ушел из жизни, совершенно молодым. Здесь вы видите вытянутые лица, измененные, ненатуральные. Он делал свое собственное выражение того, что он видел. Но это все очень красиво, прекрасно и совершенно необыкновенно. Конечно, был гениальный человек. Я считаю, что он на уровне Ван Гога. Посмотрите на его глаза. Нос. Губы. Фон. Неожиданный цвет фона. Цвет лица. Все какие-то необыкновенные образы. Другой великий, сумасшедший художник Ван Гог, который за 10 лет создал огромное количество картин, он был по-настоящему сумасшедший. И вот его это сумасшествие совершенно необыкновенно выразилось в великом изобразительном искусстве. Я был в его музее. И я считаю, что это один из лучших музеев мира, где он показан от начала его карьеры до конца его карьеры. Каждая вещь совершенно гениальная. То есть это редко, когда художник талантлив всю жизнь. Но вот он как спичка загорелся и сгорел. Он много писал автопортретов. Он много писал своих соседей. Делал картины, портреты бедных людей, докторов. Все они стали теперь известны благодаря ему на много столетий. Он не был признан художниками. Он не был признан людьми. Он не продал ни одной картины. Недавно одна из его картин, «Доктор», была продана где-то за 87 миллионов уже лет 10 тому назад. Это была самая дорогая продажа в истории искусств. 87 миллионов. Он делал приблизительно 3 картины в день. Представляете, какой бы он был биллионер, если бы это все превращалось в деньги. Он был нищий, он был хомлес, он был сумасшедший. И, в общем, не имел ни друзей, никого. И так он прожил и закончил свою жизнь. Перед вами, наверное, самая известная женщина в мире. Голливуд бы ей, конечно, завидовал славе и известности. Это Джоакондо Леонардо да Винчи. Портрет, конечно, завораживающий. Глаза, которые смотрят и в вас, и в себя, и во весь мир. Еще меня потрясает простота техники этого портрета. Здесь практически два портрета, вернее, разные модели, но один портрет. Значит, первый портрет – это Дженевра да Винчи, а второй – Джоакондо. Но, будучи гениальным художником, Леонардо да Винчи экспериментировал. И это все – необыкновенный эксперимент, который он делал. Следующий величайший художник – это Рембрандт. Его цвет, его тень, его блик – это лучшие произведения мирового искусства. Вы видите его портрет, автопортрет в молодости, молодым, желающим жить, быть счастливым. И его портрет в старости, когда он встал от жизни и прожил тяжелую, сложную жизнь. Он делал много ошибок, оставил много красивых произведений. Это великий Шекспир. Опять же, он смотрит вам в душу, его губы, его ноздри, его дыхание. О нем много говорят. Кто-то не верит, что он создал великие произведения. Совершенно другая картина, совершенно другое время Ахматова. Ее красота, ее нос, цвет, глаза – великое произведение. Это русский художник, совершенно оригинальный, совершенно с оригинальным видением, который создал совершенно необычные вещи. И вы моментально узнаете его стиль, его почерк, цвет, глаза. Один глаз смотрит на вас, другой глаз смотрит вперед, третий глаз смотрит в душу. В общем, это все потрясающе, совершенно разные века. Это Рафаэль. Его автопортрет, когда он молодым и красивым. Я считаю, что в нем очень много женственности. И его искусство очень похоже с его внешностью. Он изображал поэзию в своих вещах. А это просто я вам хочу показать глаза. 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 Это вы знаете, кто это. Это Наполеон. Другие глаза, другая уверенность, другой нос, тонкие губы, сжатые. Это Наполеон. Это портрет художника, который смотрит на мир с открытыми глазами. Здесь два портрета. Молодой девушки и старухи, которая должна выдать ее замуж. Серый цвет лица старухи и цветущий цвет молодой девушки. Совершенно другое время, другой почерк. Но, опять же, есть здесь энергия, образ, взгляд. Глаза – это что-то необыкновенное. Это чудо. Через них можно показывать душу любого существа человеческого. Смотрите, какой взгляд. Смотрите, какие сжатые губы. Смотрите, какой нос. Как она смотрит. Она не смотрит на вас. Она смотрит даже не на художника. А здесь. Это Англия. Ноздри дышат. А это все жены, которые убил Генрих VI. Он решил не разводиться, а просто их уничтожать. Что он и делал. Разные портреты. Вот это глаза. Я вам сегодня показываю много различных глаз. Глаз, губ. Цвета кожи. Смотрите, как красиво сделано ожерелье. Как оно переливается. Ну вот. Вы знакомитесь с разными людьми. Из разных эпох. Надеюсь, кто-то из них мог бы быть вашим другом. У него родилась идея. Он дышит. Вдыхает носом. И выдыхает ртом. Он живой. Это портрет актрисы. Или актера. По-моему, это все-таки актер. Это мужчина. Я думаю, что лучше даже и промолчать, смотря на такой энергичный портрет. Какие губы здесь. Какой блик на губах. Это все заказные портреты. Но художник, я так понимаю, влюблялся в свою модель на те часы, пока он создавал свои шедевры. Каждый художник имел свое отношение, когда он делал Мадонну и ребенка. Кто-то делал обычную женщину с ребенком. Кто-то делал философию. Это один из моих любимых портретов. Молодой человек. Смотрите, какая простота в этом произведении. Фон, свет лица и силуэт. Очень простые средства. А здесь совсем другое. Здесь как бы сделано наброском, эскизом. Моментально. Художник показал цвет лица, одежды, фон. Другое время. Но та же красота. Ну вот. Это уже ближе к сегодняшнему дню. Это Моцарт. Но тоже интересно. Тоже интересный эксперимент. Это один из пап римских. Смотрите, какая уверенность во взгляде. И доминирующий человек. Он вами владеет. Смотрите, какие у него глаза. Он впивается вам в душу. И как велико, как потрясающе он написал один глаз чуть-чуть прикрытым. Молодой человек. С пухлыми губами. Опять же взгляд. Ну вот. Глаза, глаза. Вы сегодня видите много различных взглядов. Этих людей нет. Но они живые. И будут жить еще долго. А это один из братьев Медичи. Они владели Венецией несколько столетий. Это глаза великого испанского художника. Это его автопортрет. Смотрите, его губы. Глаза, нос. Нос поразительный. Это он же. Он же. Старше. И его отношение к жизни. И его отношение к Богу. И его отношение к тем, кто его окружает. Здесь само блаженство, само спокойствие, умиротворение. Мне кажется, что здесь губы и глаза совершенно имеют одинаковое настроение. Эту картину я очень люблю, потому что здесь изображена слепая пожилая женщина, которая ищет своей рукой, где же жидкость в кастрюле, чтобы ее помешать. Другой портрет. Современный. Другая техника. Но тоже масса энергии. Я считаю, что такое тоже может существовать наряду с классикой, которую вы только что видели. Этот портрет я сделал в одной из церквей, я думаю, в Москве. Смотрите его взгляд. Смотрите его рот. Смотрите его лоб. Это испанский художник. В этой женщине много мягкости и доброты. Это царь, русский царь. Слабохарактерный, уставший, думающий им, зачем ему нужна была вот такая тяжесть в жизни. Это девочка с персиками. Украшает Третьяковскую галерею. Это великое произведение. Это великое произведение. А это мой любимый художник Врубель, который, я вам уже говорил, в течение жизни делал образы демонов. Это один из его демонов. О, это Ренуар. Мадам Самари. Актриса. Взгляд, нос, губы, фон, настроение, музыкальность. Все есть в этом образе. По-моему, это что-то из галерей Москвы или Петербурга. Опять же, глаза. Один глаз смотрит в себя, а другой смотрит на вас устало. Это, по-моему, снято в Италии. Тоже безумно интересно сделан образ этого мальчика. Вон сколько всего. Другие глаза. Вы смотрите «Симфония глаз». Это тоже портрет из Москвы или из Петербурга в одном из музеев. На это уже уходит в другое время, в другой век. Это Христос со взглядом на верующих. Здесь мне очень понравился цвет. Цвет, спокойствие, мягкость. вы смотрите, и вам становится спокойно, и вы забываете обо всем. это, по-моему, 17 век. Опять молодой человек. Может быть, это был автопортрет. они слушают, они молятся, они верят в Бога. «Симфония глаз». Каждый портрет – это музыка. Мягкая, легкая, грустная, доминирующая или, наоборот, успокаивающая. Губы, глаза, фон, цвет. Цвет тоже очень большой имеет значение. Цвет помогает настроению. Я бы не хотел, чтобы эта старуха была моей соседкой. Вот эти вот сжатые губы упрямые глаза, курносый нос. А это кусок из картины Иван Грозный убивает своего сына. Такое впечатление, что кровь на ваших руках, на вашей одежде. Здесь мне понравился взгляд. Он мне напоминает немножко демонов, которые вы видели. Ну вот. Это другая Мадонна. Другая Мадонна. Иногда лучше помолчать и просто посмотреть. По-моему, все. Да.